Для данных случаев как раз и требуется очень точная настройка вот таких устройств, панорамных головок. Я хотел бы дать вам для начала несколько рекомендаций, как с помощью компьютера и нескольких итераций съемки настроить такую головку, ну, можно сказать, идеальным образом. При съемке, при такой настройке сначала выставляется положение нижнего слайдера. Это положение как нижнего рейла, относительно горизонтальной плашки. Приблизительной настройкой это вы поворачиваете камеру вертикально вниз и центром кадра ловите мишень на голове. Сделав пробную съемку, вы можете получить такую характерную картину. Часть кадров дает такую билообразную сборку. Это направление такого билообразного соединения дает вам понимание, куда нужно пододвинуть, на сколько миллиметров стоит двигать данные слайдеры на панорамной голове. Ну, здесь, так сказать, рекомендация простая. Если у вас на сфере получилось пила направленная вправо, значит и слайдер нужно отодвигать от центра панорамы. Если пила идет в обратную сторону, то вы, наоборот, должны придвинуть слайдер вертикальный к центру панорамы. Обычно такие настройки делаются в пределах 1-2 миллиметра на шкале данной панорамной головы. Точно такой же визуальный способ, уже как бы связывая стадию обработки, те кадры, которые вы видите на мониторе и собираете, можно отнести к настройке верхнего рейда. То есть, насколько камера отодвинута от оптической оси, от модальной точки. Если камера у вас отодвинута сильно от данной оси, то у вас получится такого рода цветочек кадров. Если наоборот придвинута за нее и, как бы, на дир уже не попадает в кадры, то произойдет такая обрубка штатива. Соответственно, визуально, если вы видите либо такую конструкцию, вам нужно двигать камеру назад. Если у вас, наоборот, получается такой цветочек, то вы придвигаете на несколько миллиметров камеру. Данный способ в нескольких лекторациях позволяет настроить любую камеру с любой линзой для съемки хоть гигапиксельных панорам. Но потребует 3-4 подхода для того, чтобы прям до миллиметров настроить этот инструмент для работы. После того, как произведена успешная съемка с минимальным количеством брака, все материалы попадают в руки ко мне, к Сергею. И я вам хотел бы поделиться с вами рекомендациями по стадиям, какие проходят, собственно, материалы. Ну, прежде всего, это, так сказать, запись материала. Дублирование. Ну, здесь опыт мне уже подсказывает с собой всегда брать как минимум два жестких диска, а не один, чтобы при возможности дублировать снятые материалы в несколько источников, не только хранить их на флешках. Также очень важно и удобно для съемки именно сфер в работе при каждой новой точке сделать новую папку. В каждой современной камере, ну, есть такая простая функция создания папки для записи. Ее очень удобно настроить на такие дополнительные кнопки, которые также на многих камерах присутствуют. После того, как вы сделали, спасли все свои материалы, защитили их от пожаров и так далее, далее идет работа с этими материалами, а именно несколько стадий. Мы все съемки проводим в режим экран, то есть производим обязательно конвертацию и первую ступень цветокоррекции. После этого откорректированные отдельные кадры собираются в панорамных сборщиках. После этого уже собранный проект отправляется на ретушь в такую более серьезную программу, как фотошоп, и доводится до такого идеального выглядящего вида. Ну и последняя задача, с которой, как говорится, панорамный фотограф сталкивается на сегодняшний день, это демонстрация. Что же с этой картинкой делать и как ее принести. Вот, собственно, вот эти четыре последних пункта я пытаюсь вам рассказать. Прежде всего, этап цветокоррекции. Наш самый надежный инструмент это Adobe Lightroom. Не подводит в 99% случаев удовлетворяющий результат. Я, так сказать, от многих слышал нарекания по поводу применения данной программы, но цветовое восприятие у нас у каждого совершенно разное, и тут рекомендация может быть такая. Если вам не понравился этот распространенный конвертер, то попробуйте использовать тот, который идет от производителя вашей камеры. Зачастую очень хорошие результаты дают. У меня есть опыт работы с Иконом. Capture NX иногда может дать достаточно интересные результаты, которые впоследствии может не потребоваться и обработать у фотошопа. Касательно сборки, тут Дмитрий уже вам привел данные рекомендации. У нас есть два основных инструмента. Это BTCUI, так называемый графический интерфейс для Panorama Tools. И софт, выпускаемый французской фирмой Color, это Автопано. Вот могу сказать, пользу французов, с кем мы часто сотрудничаем, кто отгадывал наши загадки часто. Ребята очень сильно продвинулись, и вот буквально в последние две недели они выписали серьезное обновление. Сейчас очень удобный и гибкий софт они сделали апдейт. Но пока у нас все равно, основной инструмент в работе это BTCUI. Обработка Panorama, это то, что мы делаем уже после того, как мы склеили все кадры отснятые со съемок. Основными задачами, которые в основном решаются в программах Photoshop, это, во-первых, устранить любые засечки между кадрами. Если, ну, Дмитрий, вот обстоятельный подход можно сделать, так сказать, с земли, удерживая надежно камеру, но, как вы понимаете, в воздухе у нас никогда нет возможности сохранить натальную точку. Летательный аппарат всегда двигается, и перемещение между кадрами всегда присутствует. Поэтому обязательно после сборки панорамы, для меня, для Сергея Семенова, это просмотреть, как собрались эти кадры, как сработал этот панорамный сборщик. Это делается достаточно просто. В Photoshop открываются и закрываются слои. Ну, я попытаюсь в конце несколько примеров таких показать. Задачей является убрать любые несостыковки. Допустим, если где-то между кадрами разорвался горизонт при болтанке этого ИГС-КОП-3 и так далее. Далее, вторая по значимости задача, это заделка, если как таковая требуется, зенита, мадира. Если остались неснятые дыры в панораме, каким-то образом их заретушировать. Здесь появляется, я бы хотел добавить, два дополнительных инструмента, которые позволяют как раз обрабатывать вот эти зенит-надив панорамы. Обычный вариант работы над панорамой, мы работаем над развернутой проекцией в Аканамо. То есть полностью, как карта мира, развернутый глобус. Но для того, чтобы удобно отретушировать зенит и надир панорамы, которые в такой проекции выглядят как растянутый такой публик, нужно каким-то образом развернуть эту проекцию. Вот здесь выступают, мы используем два основных инструмента, так называемая программа PANU 2WR и есть такой софт HR PANU. Они позволяют из уже собранной панорамы вычленить определенный кусочек, то есть повернуть на ней камеру и вырезать требуемый под обработку кусок панорамы. PANU 2WR просто разбивает панораму на шесть равных сторон, своего рода кубик, создавая из сферической панорамы. PANU 2WR программа более гибкая и позволяет вычленять требуемый угол. Если вам, допустим, нужно заретушировать все небо и вырезать угол не 90 градусов, как сторона квадрата, а градусов 140 и заретушировать большую часть панорамы. И заделав, уже проделав такие манипуляции, как выровняв полностью, так сказать, визуальные стыки внутри картинки, доводится цветовая коррекция фотошопа. То есть тональная цветовая ретушь. В фотошопе основными инструментами являются корректирующие слои, так называемая недеструктивная коррекция. Но есть одна специфика. Я ее тоже визуально продемонстрирую. Может быть, кому-то из специалистов, профессионалов она может быть знакома. Когда вы корректируете панораму, часть коррекции у вас может оставить нехорошие следы. И для этого вам нужно в фотошопе каким-то образом также стригать корректируемое полотно панорамы. Всевозможные фотофильтры приветствуются в любые плагины, в зависимости, как говорится, от ваших предпочтений. И последняя задача, когда мы уже получили красивую готовую панораму, остается задача ее продемонстрировать людям. Мы в этом вопросе также очень мощно продвигаемся, очень давно развиваем эти технологии. И на нашем сайте вы можете увидеть, так сказать, индивидуальный дизайн со своими функциями демонстрации панорамы. Но такой подход, он требует знания программных языков. Что же доступно для, так сказать, простого пользователя? Я бы порекомендовал несколько ресурсов, общепопулярных, доступных, в которые вы можете загрузить и свободно демонстрировать для всего мира ваши сферические панорамы в привычном многофункциональном.